Если один испытывает другому любовь, то это стирает границы. Не могут отказать тысячу раз, но моя самоценность не станет от этого меньше. А как это объяснить умом? Никак? Наш ум устроен так, что мы не ищем изначально лёгких решений, мы привыкли искать длинные. То есть ничего не делается без их позволения. Но для них становлюсь глазами именно я. У меня сейчас мурашки тоже. Есть вопросы? Вопросов больше нет. У нас с тобой уже энергообмен. Всем добрый день. Я Станислав Бартникас, проводник энергии планеты Земля через аэрофотоискусство. На моём канале много интересного об энергиях, саморазвитии, духовном росте. И сегодня у меня удивительная гостья – Александра Васильева. Практически с рождения Александра не имела зрения и до сих пор видит не так, как мы. Но благодаря её дару, благодаря её ясновидению, чувствованию энергии, она очень проявлена в социуме и вдохновляет других людей. Как всегда скажу, что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Ставьте лайки и комментарии. Будет очень важно для того, чтобы наша беседа увидела больше людей. Александра, я очень рад встрече, очень рад, что ты здесь. Скажи, пожалуйста, как раз вот с этого я и хочу начать, что ты родилась с другим человеком, ты не видела так, как все. Ты могла бы описать, вот, например, сейчас, для моего понимания, как ты видишь меня? Да, конечно. Во-первых, спасибо большое за приглашение на твой канал. Мне очень приятно взаимодействовать с тобой, с твоим полем. Для меня большая честь, скажу честно. Очень приятно. Я родилась практически слепой. Это называется атрофия зрительных нервов. Это когда между глазом и головным мозгом зрительные нервы практически отсутствуют атрофированно с самого рождения. То есть правым глазом я практически ничего не вижу. Например, я вижу, что есть рука, я вижу, что есть пальцы. Но сколько, я не могу сказать. То есть я практически не пользуюсь правым глазом, он просто есть. Левым глазом я вижу узкий тоннель, маленький вот такой тоннель, а вокруг не вижу. То есть я вижу, что ты сидишь, я вижу серый цвет, я вижу твое лицо, но деталей я не вижу, я не вижу цвет твоих глаз, я не вижу черты твоего лица. То есть в близком расстоянии я вижу, а чуть дальше уже нет. И более размытые контуры. Ну вообще тем людям, которые видят по-другому, сложно представить, как по-твоему. Равно как и тебе, у тебя нет... Нет референса, да. Расскажи, как ты видишь. Я говорю, мне не с чем сравнить. Базы для сравнения нет. Но в любом случае я могу предположить, что у тебя его не было. И вот в полной мере. И мы знаем много примеров, когда люди, которые имеют какие-то телесные проблемы или проблемы со зрением, ну они не живут полноценной жизнью. Они уходят в депрессию, возможно, в детстве. Это всегда сложности, потому что ровесники дразнят. Или там еще как-то буллинг называется, да, по-английски. А вот ты, тем не менее, живешь в другой стране. У тебя там есть свой твердый, достаточно твердый бизнес. Ты выступаешь на многотысячной аудитории. А что было основным вот в твоем пути, что ты не сдалась, что ты не опустила руки, что ты не... Он наверняка был непростым, этот путь. Но вот что тебе помогло? Самое главное, может быть, важное. Ты знаешь, наверное, здесь много пунктов можно выделить. Но самое главное, трансформация в моей жизни случилась тогда, когда я научилась видеть в том, что мне казалось моим ограничением, подарок судьбы и настоящий дар. Когда я поняла, что можно не проваливаться в свою травму, испытывать боль, а понять, а почему на самом деле мне это дано, и что я благодаря, а не вопреки этому, могу в мире создать. И в какой-то момент, когда я рассказывала о своей истории людям, я увидела в их глазах восхищение, вдохновение, мотивацию. И я поняла, что для многих это стало примером. И какие-то люди начали даже принимать решения и менять свою судьбу просто после коммуникации со мной. И я поняла, что это не просто так, это определённая особенность. И мне суждено, наверное, создавать контекст, в котором люди могут трансформировать свои судьбы. И тогда я пошла уже в проявленность, в работу с людьми. И именно в этой точке я действительно стала чувствовать в этом большую силу. Даже сегодня утром я сидела, смотрела на мир таким, каком вижу его я, и говорила, «Господи, как я счастлива, что я вижу так, как я вижу». Это настолько другой мир. То есть я не вижу каких-то деталей, я не вижу грязи, пыли, я не вижу несовершенств, я не вижу морщин на лицах людей. Для меня мир очень красивый. И также, наверное, я могу видеть души, видеть тепло. То есть на чём фокус, там и энергия, и такой мир создаётся. И вот даже не так давно, путешествуя по Индии, мы были с группой ребят, и каждый видел разное. Кто-то говорил, посмотри, мусор, посмотри, какие-то достаточно скромные здания, достаточно бедные районы какие-то. Мы остановили машину, и я поднимаю глаза, и передо мной большая синяя стена, а на ней огромными буквами на русском языке написано слово «любовь». И удивительно, но никто из группы не заметил это слово. И это очень метафорично, у меня даже мурашки сейчас. Да, у меня тоже. У нас с тобой уже энергообмен. И я думаю, господи, как я счастлива, что я могу видеть так, как я могу видеть. И вот когда каждое обстоятельство нашей жизни, мы способны вот именно с такой искренней благодарностью воспринимать и рассчитывать любовь в любой системе координат. Вот тогда мы становимся безграничны. Да, здорово. Это уже звучит как вдохновляюще очень. Вот к зрителям обращусь. Напишите, пожалуйста, а у кого сейчас был инсайт, что, в общем-то, действительно мир всегда красив и только от нашей точки зрения зависит. Или от наших возможностей иногда, как вот у Александры, зависит, каким мы его видим. Но даже в этом случае можно видеть любовь на синем фоне, а не мусор где-то там в индийских дворах. А можно ли, кстати, так сказать, Александра, что вот то, что были ограничения по зрению исходно, это открыло другие чувствительные способности твои? Вот те самые. То есть ты в любом случае ясно видишь, но по-другому? Конечно, я всегда верю, что все люди с какими-то физическими ограничениями, они особенные, они одарены. Даже сейчас в обществе у нас много детей, допустим, аутистов, да? И если изучать более детально, то у них у всех есть сверхталанты, какие-то творческие способности. И я верю, что всегда все в балансе. И в детстве мне приходилось, конечно, адаптироваться. То есть я не вижу светофор, мне сложно видеть, допустим, ступеньки, когда я шагаю по лестнице. Поэтому приходилось адаптироваться к пространству, приучать себя чувствовать тоньше. Конечно, в детские школьные годы не было распространено понятие яснознания, ясновидения, ясночувствования. Но я приучалась чувствовать мир, щупать его по-другому. Чувствовать людей, какие они, даже не видя возможных глаз. Несколько лет назад, конечно, я очень много изучала себя. Шла и в психологию, и в коучинг, и в разные другие направления. В первую очередь для того, чтобы себе самой помочь, сделать свою жизнь какой-то более комфортной. И далее, уже начав работать с людьми, я стала обращать внимание на то, что да, есть академические инструменты, которыми я пользуюсь, но я чувствую как-то по-другому. То есть когда приходит ко мне человек, я вижу его потенциал без ограничений. И так интересно складывается, что поскольку в самой себе я научилась не видеть ограничений, так же я не вижу ограничения в других людях. Получается, ты как будто бы свою модель им передаёшь. Передаю именно вот это состояние, модель возможности всего. И так забавно приходят люди, которые могут видеть всё на 100%, но для них становлюсь глазами именно я. Глазами в безграничность их потенциала. И через мой взгляд они начинают видеть свою красоту. Говорят, боже мой, это я, правда? А так можно? И я становлюсь глазами для других людей. Наверное, так. Это звучит прям как какая-то такая прям серьёзная крутая миссия. Это же вот у меня сейчас мурашки тоже. Мы знаем, что мурашки — это как от высших сил подтверждение, что всё окей, на правильном пути. Но тем не менее ты вот сказала про то, что пришли осознания определённые. Но это же в каком-то более-менее сознательном возрасте. А вот детство, студенчество, там всё равно были какие-то сложности с миром, с людьми? Конечно, было много сложностей. Во-первых, дети, к сожалению, достаточно жестокие. То есть, конечно, был определённый буллинг в школе. Кроме того, физически, то есть я не могла, допустим, играть в какие-то спортивные игры, не видя мяча. Я часто, ходя по классам в школе, могла зайти не в тот кабинет, подойти не к той группе ребят. Увидела какое-то яркое пятно, красный рюкзак. Наверное, это моя одноклассница. Это были другие люди. Я не видела с доски, то есть приходилось подходить ближе и списывать. И очень часто, конечно, я испытывала состояние какого-то стыда, потому что часто оказывалась в таких достаточно неприятных обстоятельствах, когда ошибалась, опечатки какие-то делала и так далее. Поэтому и пришла в психологию. Тут же ты могла не узнать человека тоже, который мимо тебя проходит. Тоже, наверное, такие были ситуации. Конечно, даже сейчас, уже в взрослом возрасте, общаясь с большим количеством людей, поскольку я не вижу черт лица, я не узнаю людей. То есть если человек близко подходит, мы начинаем разговаривать, я понимаю, кто это. Но в целом нет. И на далеком расстоянии, даже 5 метров, 10 метров я не вижу. И я не здороваюсь со многими людьми. И долгое время многие люди, кто не знал особенности моего зрения, считали, что я достаточно высокомерна, потому что я зазналась, зазналась, прошла мимо, не обратила внимания. Но, конечно, это совсем не так. И поэтому, безусловно, много было довольно-таки дискомфортных ситуаций. Ты же не будешь всё равно каждому человеку объяснять всю историю своей жизни. Поэтому, да, этого было немало, скажу честно. Ну, то есть на это тоже нужен был ресурс. А где ты его всё-таки брала? В чём он был? Ты знаешь, я всегда мечтала без ограничений. С раннего детства я всегда мечтала путешествовать по всему миру. Я создавала какие-то иллюзорные миры. Мне не очень нравилась моя детская реальность. И я создавала свои собственные. Я придумывала свой детский язык, другой язык, который в ней существует. Я рисовала картины. У меня была выставка картин в 16 лет. Я писала какие-то рассказы. То есть я создавала какую-то реальность, в которой всё было более приятным, чем физическое. И возможно, да, и не было ограничений. И я в это очень сильно верила. То есть, несмотря на то, что есть физические ограничения, я думала, что если я чего-то хочу, значит, это возможно. И даже сейчас уже, работая с людьми, уже став старше, я в это верю свято. Для многих людей, если они чего-то хотят, это не означает ничего. Им кажется, что чтобы иметь право получить желаемое, должны быть какие-то внешние артефакты. Несколько дипломов, какой-то определённый статус, какая-то сумма на счету, какой-то определённый бэкграунд. И только если он будет, тогда как будто бы они получат право, жить себя. Но в моей картине мира, если я чего-то хочу, если моё тело говорит мне «да», если я чувствую мурашки, это единственное и достаточное основание для того, чтобы иметь в жизни то, чего я хочу. И дальше уже вопрос стратегии. Да, мы с тобой совпадаем, наверное, по мурашкам. Не только мы с тобой. Сейчас людей... Ты замечаешь же, да, что гораздо больше людей становится, которые, если раньше в советской ещё реальности или постсоветской можно было, обсуждая какие-то темы про потусторонние миры или вообще про другие миры, можно было к врачам попасть на обследование. Ну, вполне, да, такое мы знаем история. То сейчас, получается, в этом самом новом времени как бы по-другому и нельзя жить. Можно, но недолго. А вот что ты, кстати, думаешь про эту концепцию нового времени? Замечаешь ты людей других, энергии другие? Вообще какой-то сюжет переустройства мира. Вот это видится тебе? Да, конечно. Очень много изменений. Как будто бы мягче начинают происходить процессы. И все люди так или иначе очень сильно меняются. И даже порой приходят очень твёрдые предприниматели, которые привыкли опираться на цифры и твёрдые факты. Но через 5-7 минут уже коммуникации ты понимаешь, что человек чувствует, что у человека просыпается интуиция, что сменяется фокус с успешного успеха и как будто бы каких-то результатов на «а что я чувствую сейчас?» А я создаю из творчества или из надо? А что мной движет? Любовь или страх? А что мной движет? Система, рацио? Или создать что-то более ценное, более важное и стать вкладом? Взять или отдать? И эти процессы, они максимально глобальны. В каждом человеке с разными скоростями, с разной глубиной прохождения процессов. Но так или иначе они происходят. И это очень красиво наблюдать. Мы начинаем, наконец, верить себе и понимать, что если кажется, то не кажется. Если мы что-то чувствуем, то это достойно нашего внимания. Это очень красиво. Вот смотри, какая интересная вещь. Эти слова, эти, по сути дела, истины, они ведь достаточно давно известны. Их много в литературе о том, что жить через сердце, жить с ощущениями. Но у большинства людей, у подавляющего, не получается это. И что происходит в твоем случае? Ты, поскольку у тебя один из основных каналов восприятия действительности, он сужен, да, он другой, ты начинаешь чувствовать по-другому. Ты как раз живешь больше телом, сердцем, эмоциями, чувствами, точнее даже. А вот когда к тебе, у тебя же есть личная работа, я вот тоже соприкасался с тобой в подобном взаимодействии. Когда к тебе приходит человек, ты получается что? Ты ему просто передаешь на каком-то невидимом уровне вот эти знания. То есть они становятся его опытом, он переживает их, и у него открывается свой взгляд на эти вещи. Потому что, как мы знаем, знания, как знания, это пустой багаж. Ну вот они в голове лежат, и порой мы не знаем, что с ними делать. Как те самые книжки, которые прочитаны и забыты. Или не прочитаны и забыты. Так вот, какой, на твой взгляд, как ты это видишь, как ты это чувствуешь, опять-таки? В чем основа взаимодействия, например, твоего и человека, который к тебе пришел, как ты говоришь, он видит гораздо лучше. Многие говорят очень абстрактно. Я передаю коды, коды от Всевышнего. Я передаю там на загрузки какие-то. Сейчас все об этом говорят. Но, может быть, у тебя свой взгляд, наверняка у тебя свой взгляд на этот процесс. Ты знаешь, с каждым человеком я работаю абсолютно по-разному, потому что, да, есть чувствование, но есть и большой багаж, такой более логический для ума. То есть я обучалась в разных подходах и психологическом, и когнитивно-поведенческом, и психосоматологическом. То есть очень разные подходы. И когда ко мне приходит человек, я начинаю заходить в работу с ним на том уровне, на котором ему проще будет меня услышать. И с разными людьми я могу работать, даже абсолютно по-разному выстраивая коммуникацию. С кем-то больше через тело, с кем-то больше через диалог, с кем-то больше создавая образ будущего, с кем-то через чувствование помогая человеку понять, что он хочет на самом деле. Кто-то, кто достаточно много работал над собой, и кто уже достаточно далеко вышел за пределы своих страхов и готов уже к расширению, к масштабу, не имеет смысла, возможно, идти работать как раз-таки со страхами. Да, можно сразу работать со стратегией. Куда я хочу идти? А что я хочу видеть в своей жизни? А на своём ли я месте? И также сейчас приходит очень много людей, которые начали чувствовать больше, объёмнее. И они как будто бы приходят за неким будто бы подтверждением извне, что им не показалось, и что их чувствование и интуиция действительно имеют место быть. Вот в последнее время довольно много приходит людей, кто начал чувствовать, но пока достаточно волнительно говорить об этом открыто или позиционировать себя в обществе, работать в таком направлении с людьми. И очень часто после нашего взаимодействия они будто бы разрешают себе быть непонятными другим, не объяснять себя, не ужиматься в рамке социума, идти свой собственный путь, больше не сокращаясь, как будто бы расширяясь. То есть с каждым это абсолютно разная история. Здесь же, наверное, вопрос с полупроснувшимися, давай такой термин я употреблю, в том, что там ум тоже мешает. Я, допустим, по себе знаю какие-то ситуации. Вот это вот голос ума или интуиции, или высших сил, или как. Вот бывают такие моменты, когда это сложно без практики различить. Но ты в этом тоже, получается, помогаешь. Ты показываешь, что вот это вот истинный голос, а вот это вот не очень. Знаешь, я считаю, что все ответы в нашем теле, и моя задача даже как проводника, наверное, максимально непродолжительное время взаимодействовать с человеком. То есть не прикреплять к себе, так скажем, а как можно быстрее помочь человеку чувствовать самого себя, чтобы он больше ко мне никогда не приходил. И мне кажется, это максимально честно и экологично. То есть как будто провести к самому себе и обняться, и попрощаться в хорошем смысле слова. Мне кажется, это наиболее экологичная история. И ответы «да» в теле, чувствование или ум, это всегда на самом деле можно почувствовать самому. То есть всегда есть отклик. Мы на самом деле всегда все всё знаем. Всё внутри нас уже заложено. И мы задаём вопрос вовне, но ответ на самом деле мы знаем. А ещё есть такая история, очень часто, когда мы не можем сделать какой-то выбор, когда нам кажется, это или это, а как же быть, и мы будто бы застреваем в точке выбора. Это тоже определённый процесс. Я называю его отказом от жизни. Иногда люди не хотят делать выбор и находятся вот в этих качелях, да или нет, ум или сердце, не потому что им на самом деле важно выбрать, а потому что им важно не жить какое-то время для того, чтобы находиться в точке выбора. И тогда я ухожу от необходимости выбирать в сторону того, а почему ты не выбираешь, для каких вторичных выгод и какие процессы ты их выбираешь не проживать. То есть выбор без выбора. Ну и твоя задача как проводника здесь получается, человеку просто это подсветить, показать, что оно так есть. На самом деле неважно ум или сердце, посмотри, почему ты не выбираешь не жить свою жизнь. И в этом случае либо можно выбрать и то, и другое, либо не выбирать, либо снять важность с выбора, и тогда вопросов больше не возникает. Потому что человек понимает, для чего ему эти игры разума. Вот я немножко коснусь бизнес-темы. Ты сказала, что у тебя нет задачи держать у себя человека долго. Это немного противоречит бизнес-логике. Я помню, что где-то читал, по-моему, интервью основателя какого-то сервиса знакомств, и он говорил о своем таком моральном диссонансе, что с одной стороны это хорошо, он знакомит людей, сводит мужчин, женщин, там кто-то женится, кто-то дружит, кто-то любит друг друга или все вместе. А с другой стороны, говорит, с точки зрения бизнеса, мне очень выгодно держать их порознь. То есть чем быстрее я поженю, тем у меня меньше станет клиентов. Ну такая примерно логика. И вот он какой-то такой выбор, но это, правда, давнешнее было интервью, может быть, сейчас как-то по-другому. Тогда, во всяком случае, он был в процессе этого выбора. Он не понимал, как это совместить, как это поженить. А вот ты такой противоречия не видишь в своей деятельности. Ты знаешь, конечно, из ума и словами маркетологов многие бы сказали, Александра, а давай людям предложим годовое или пятилетнее сопровождение. Если они с тобой повзаимодействовали, то можно же продать что-нибудь. Но у меня нет задачи благодаря своей работе выживать, слава богу. Поэтому для меня это история про то, что мне нравится, и про то, что мне комфортно. И если человек осознанно выбирает максимально длительную форму взаимодействия или просит ещё, 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 то встаёт вопрос, а почему он не готов взять ответственность за свою жизнь? И моя задача ему подсветить. Жить самостоятельно, и, возможно, ему хочется продолжать как-то двигаться на моём, возможно, ресурсе. И моя задача как раз таки такому человеку сказать, мы классно повзаимодействовали, я дала тебе всё, что можно, но больше я не чувствую, что это будет правильным. Давай прощаться. И я думаю, что это максимально честно. То есть есть люди, которые годами ходят к психологам, а в жизни ничего не меняется. Поэтому моя задача идти в честность прежде всего с собой, тогда я сама получаю наибольшее удовлетворение. И не держать людей, и максимально быстрее, возможно, передать состояние, возможно, помочь построить какую-то стратегию, возможно, помочь что-то почувствовать, или поменять какие-то кодики в мышлении, или поснимать какие-то иллюзии, или разрешить себе. Одной из моих таких фраз известных является «мне можно всё». То есть очень часто люди, когда приходят во взаимодействие, у них есть много социальных каких-то штампов. Вот так можно, а так нельзя. Да, они стеснены этими рамками. Да, какими-то рамками, которые созданы в процессе взаимодействия, очень часто эти иллюзии как будто бы спадают. Они говорят, «Вау, я чувствую себя свободным, мне же можно всё». И это может произойти даже за одну встречу порой. И это максимально классно. Хороший мастер тот, кто максимально быстро передаст эту историю. Это не всегда получается. Бывают разные люди на разном уровне осознанности, конечно. Но я считаю, что стремиться стоит вот именно к такому подходу. Я помню на одном из твоих выступлений ты рассказывала о нелинейных подходах в бизнесе. Давай немножко эту тему раскроем. Почему? Потому что, кстати говоря, к зрителям просьба, напишите в комментариях, вот часто ли вы сталкивались с психологами, которые годами с вами работают. И были ли вообще случаи, когда вам говорили, вот как сейчас Александра, «Всё, тебе достаточно, теперь свободное плавание». Так возвращаясь к бизнесу, кто-то может сказать, «Ну, Александре, наверное, легко говорить. Вот у тебя же там есть твёрдый бизнес, который приносит доход, который ты развиваешь. Тоже об этом поговорим немножко. Поэтому ты можешь дальше развлекаться как угодно. Там в духовности, не в духовности, мурашки, не мурашки. Да. Вот. Но, с другой стороны, ты же этот бизнес тоже построила сама. Ну, возможно, с партнёрами, но неважно. То есть это тоже твоё детище. Он не упал в виде наследства или от богатых родителей, или там мужей. А ты использовала вот эти, видимо, какие-то квантовые истории. Что такое квантовые истории в бизнесе? Как, может быть, на каком-то примере ты расскажешь? Да, конечно, я расскажу. Я занимаюсь темой релокации в Арабские Эмираты уже не первый год, живя здесь 12 лет. И да, я всегда верю, что есть короткие пути, а есть длинные. Нас приучали ходить по длинным дорогам. 10 лет в школе, 5 лет в университете. Это не хорошо и не плохо, но это привычка. И я всегда спрашиваю себя, а почему какой-то рост и изменения должны быть обусловлены какими-то внешними факторами? Столько-то лет и тогда. Например, чтобы быть известным каким-то спикером, выступать на больших площадках, разве обязательно 5 или 10 лет выступать? Для того, чтобы работать с людьми, разве обязательно 10 лет практиковать? Или для того, чтобы выйти на какую-то аудиторию клиентов, если мы говорим про твердый бизнес, разве обязательно ли, много ли упорно трудиться? Почему должно быть сложно? Почему должно быть долго? Я верю, что бывает по-разному. Работает ли в долгую? Да, безусловно. Много бизнесов построено именно по таким принципам, но работает и в короткую. И моя задача, или, наверное, хобби, миссия, увлечения, видения, можно назвать любым словом, стараться найти максимально короткие какие-то пути. То есть, например, если на конкретном примере конкретно моего бизнеса, когда мы открывали компанию по релокации в Арабские Эмираты, можно было развивать ее классическим путем. То есть дать рекламу, например, Google AdWords, чтобы люди бы кликали и обращались к нам. И это заняло бы очень много времени для того, чтобы выйти на какую-то премиальную аудиторию. И финансов тоже. И финансов, и времени, и много было бы работа в холостую. Но я верю, что есть очень много возможностей благодаря людям совершить квантовые скачки. То есть есть понятие социальных листов, людей-суперхабов. И всегда люди, если мы умеем выстраивать с ними глубинные коммуникации и становиться вкладом в их развитие, могут менять нашу судьбу. Я верю, что если у нас есть какая-то мечта или задача, обязательно в нашем поле, в рамках нашей телефонной книги, круга общения, точно 100% есть человек, который способен исполнить нашу любую совершенно мечту или максимально к ней приблизить. И вот моя задача находить таких людей и создавать для них ценность. То есть, когда открывали компанию, я дала задачу своему ассистенту составить список всех русскоязычных, наши клиенты русскоязычные в основном, сообществ в мире. Это было несколько лет назад, их было не так много. С каждым основателем или его помощником, коммерческим директором проводила созвон или встречу оффлайн. И почему я это делала? Потому что я понимала, что лидер сообщества это некая такая фигура, к которой высокий уровень доверия у членов сообщества. И я понимала, что если я смогу стать вкладом в этого лидера сообщества и выстроить с ним отношения, то мне будет проще уже дотянуться до всех участников. И таким образом удалось в очень короткие сроки выйти на аудиторию очень известных личностей, блогеров-миллионников, известных даже политиков, известных брендов, которые мы заводили сюда российских. То есть действительно удалось, скажем так, хакнуть систему. А вот эти люди не отказывали во встречах? Это же были холодные относительно холодные звонки? Ты знаешь, были те, кто отказывали тоже, но я фокусировалась, как всегда, на тех, кто говорил «да». Были те, кто отказывались сначала, а потом проходил год и могли сказать «Александра, вы могли бы мне помочь что-то сделать?» То есть они возвращались. Возвращались с просьбой, а мне не жалко. Когда у нас гармонизирована история с эго, когда у нас не фонит эта тема, нам гораздо мягче двигаться по жизни. Обиды, да, ну можно же было сказать, а ты в прошлый раз. а ты не захотел, ну всё тогда. И вот эта история, я очень часто с ней сталкиваюсь в работе с людьми. Очень многим людям трудно идти в масштаб, потому что есть вот эта вот история с эго, когда настоящей целью ведения бизнеса является не построение бизнес-процессов, не создание чего-то большего, не интерес, а подтверждение своей самоценности. То есть у многих людей самоценность заложена в иллюзии результата. Конечно, тогда сложнее строить бизнес, потому что, например, не купил клиент, а человек может впасть в какое-то сложное психологическое состояние, восприняв это как личную обиду. Да, я плохой. Со мной что-то не так. Со мной что-то не так. Но если это просто бизнес, то тогда, если я не отождествляюсь и не закладываю свою личность и самоценность в его результаты, то я могу просто двигаться вперёд. Мне могут отказать тысячу раз, но моя самоценность не станет от этого меньше. Поэтому, да, конечно, это важная история. И продолжая тему нелинейных шагов, я верю в подход проектного мышления. То есть я считаю, что что помогает нам выйти на какой-то новый уровень, отойти на шаг назад и посмотреть на свой проект, бизнес, будь то фриланс или крупная компания глазами стороннего наблюдателя. То есть это то, что и в жизни применять не помешает почаще. И подумать, а какое, возможно, одно действие, то есть самое лёгкое, самое короткое, самое доступное, поможет мне кардинально поменять всё и выйти на новый уровень. Что нового я могу создать с позиции придать пользу людям, выходя за рамки своего бизнеса? То есть, например, возможно, человек занимается школой танцев, например, и можно линейно мыслить о том, чтобы было больше клиентов в танцевальном бизнесе или новый какой-то бранч, а можно создать ассоциацию танцоров или фестиваль танца. Или новый танец. Или новый танец, новый подход, авторский метод, или совместить танец, например, и психологию. И тогда вы даёте ценность для мира, создаёте что-то новое и становитесь самим магнитом для того, чтобы уже линейные результаты сами приходили, условно, сами приходили в вашу жизнь. То есть, это не история про магическое мышление, это история про креативный подход, выход за рамки, который мы сами себе придумали. И чем больше ценностей мы создадим, чем больше мы сможем на стыке интегрировать разные направления, тем масштабнее будет рост. Поэтому сейчас популярна и интегративная медицина, и интегративный подход к бизнесу. То есть, это история о том, что возможно всё, когда мы выходим за рамки. То есть, если держать изначально фокус на коротких, лёгких и творческих решениях, то любой человек в любом направлении сможет их найти. Но парадокс как раз в том, что мы не привыкли, наш ум устроен так, что мы не ищем изначально лёгких решений, мы привыкли искать длинные. И даже если ответ прямо перед нами... Привычные и длинные. Да, привычные и длинные. Даже если ответ буквально перед нами, мы даже туда не посмотрим, то есть, мы даже не думаем, что можно кому-то позвонить и сказать, слушай, а давай сколлаборируемся что я буду сам тянуть и идти вперёд, и зарабатывать для того, чтобы инвестировать в бизнес. Но если изначально приучать свой мозг искать короткие решения, то постепенно длинные станут не видны. А вот тут интересный вопрос. А всё-таки приучать мозг или брать решения из пространства? Вот у меня одна из гостей сказала, я просто присоединяюсь к божественному вай-фаю, вселенскому вай-фаю, я говорю, прошу, вай-фай или там высшие силы, дайте мне ответ. Одна из любимых фраз Натальи это, что она подсоединена к небесному вай-фаю. А паролем поделишься? Как туда присоединиться? Или вообще это не всем надо? Возможность такая точно есть у всех. Вопрос запроса. Если посмотреть в среднем на то, как живет наше общество и на запросы, крайне мало людей смотрят в ту сторону либо пользуются этим так называемым божественным вай-фаем для решения каких-то падовых ситуаций. Я много работаю с людьми сейчас, когда я говорю, да вообще каждый день можно пользоваться, что-то спрашивать. Вот я когда про пароль для вай-фая говорил, это как раз какое-то секретное слово, типа как просветлиться, сказал. Пароль для вай-фая закрываете глаза, кладете руку на сердце, искренний запрос и хочу подключиться к божественному вай-фаю. Нужно быть готовым заплатить некоторую цену за это. И они дают ответ. И я так живу. И поскольку мы лично знакомы, я действительно знаю много ситуаций, когда она так живет. Она запрашивает информацию из общего пространства и эта информация дается. А вот в этом твоем концепте видеть неочевидное, это все-таки из ума, ведь мне кажется, что ум не сможет увидеть неочевидное. Он как раз же, почти как искусственный интеллект, натренирован на предыдущем опыте. И создать что-то новое для него это целая большая задача. Вот эти решения все-таки откуда брать? Из ума или из пространства? Если из ума, ну, поясни, а если из пространства, то как, например, ты это делаешь? То есть есть у тебя какая-то метода? Я считаю, что на первых этапах, когда человек только знакомится сам с собой, и пока он еще, может быть, не находится в тонком чувствовании, с ним проще говорить языком маркетинга, из ума, предложить какие-то стратегии. А когда уже он начнет больше верить в себя и в себе, тогда уже он может спокойно брать варианты из пространства. Есть ли варианты из пространства у всех, конечно, но сколько человек могут их рассчитать? Вот это вопрос. То же самое касается любых систем самопознания и многих направлений, помогающих профессии. Астрология, нумерология, дизайн человека и так далее. Классны ли эти инструменты? Да, возможно. Когда человек начинает знакомиться с собой, ему хочется понять, что да, я другой, у меня по-другому, и так можно. Но те проводники, которые, скажем так, работают в этих методах, через какое-то время они уже нарабатывают чувствительность. И со временем в моём подходе исключительно мне кажется, будто бы им уже и опираться на цифры, и некие знания нет необходимости, потому что происходит уже доверие своей чувствительности. И тогда эти методы, они отходят на второй план. Поэтому, если взять твёрдого предпринимателя, чёткого, у которого всё оцифровано, то ему будет сложно вначале почувствовать, потому что он будет чувствовать, да, он будет видеть, да, но ему будет казаться, да мне показалось, да это нелогично, да как, а почему так? Со временем, развивая чувствительность, он сможет этому научиться. Более того, я слышала такую интересную теорию, интересно, что ты об этом думаешь, что самые мощные предприниматели, которые могут, может быть, владеют бизнесами по всему миру, построили целые империи, мы часто видим их как таких вот сухарей, у которых всё оцифровано, всё чётко, бесчувственных. Но я слышала мнение, что это самые сверхчувствительные люди, потому что, осознавая того или нет, но они пришли в ту точку, где они были. И, может быть, даже не подозревая, они изначально пользовались как раз тем самым небесным вайфаем. Вот что ты думаешь, они скорее человек-цифра, люди-цифры, или они скорее сверхчувствительные? Как ты видишь это? Я думаю, что, наверное, где-то 50 на 50 на самом деле, потому что я сам сталкивался часто с примерами на своём опыте, на опыте своих клиентов, когда люди через чувствование делают покупку. Они даже часто, может быть, не готовы и не способны объяснить, почему так происходит. он говорит, я так чувствую. Это причём люди с миллиардными бизнесами. Бывал такой опыт от знакомых, от многочисленных, тоже знаю, что очень многие миллиардеры, они про тонкий план на самом деле. Только там разные категории. Кто-то не осознаёт это до конца. Он просто говорит, я слушаю свою интуицию, я иду там, вот у меня есть внутренняя чуйка, чуйка, да, есть ещё такое понятие. То есть я чувствую интуитивно, что мне туда надо, я открываю так бизнес. Но с другой стороны, надо понимать, что в большом бизнесе, как мне кажется, без системы сложно. То есть на одной чувствительности можно принимать верные решения, но если не будет системы, не будет команды, не будет инструментов, благодаря которым это решение можно воплотить, твёрдых, более-менее, да, наверное, это не состоится. Более того, не так давно здесь на Ютубе видел интервью, по-моему, у Гитальмана, семейная пара, которая владеет огромным количеством в России полей. То есть они занимаются сельским хозяйством, не просто владеют землёй, они возделывают там, то есть создают картофель, по-моему, в основном овощи. Вот. И вот женщина там, она, ну, вполне себе ясновидящая, даже достаточно открыто об этом говорит, я помню, такой сюжет, они приезжают смотреть землю, и она просто чувствует, мы её покупаем или нет, берём или не берём. Это же явно не из головы. Поэтому я думаю, что многие, возвращаясь к твоему вопросу, многие люди вот с этого этажа, помнишь этот образ, они тонко чувствующие, часть из них просто это не оцифровало для себя, не объяснило, а часть просто не хочет афишировать. Кстати, а у тебя есть какой-нибудь, может быть, ты задумывалась сейчас, говорю слово задумывалась, думаю, это верное, верное слово или нет? Как заменить? Может, досмотрела на эту тему. Вот у меня такое ощущение, что классическим каноном бизнеса, вот этим, вот этому маркетингу, привычному, да, как раз сложному, о котором ты уже упоминала, ему вот не так долго осталось. То есть что-то идёт на замену, по крайней мере, для людей более чувствительных, должен появиться какой-то чувственный маркетинг, или, я не знаю, или на уровне, на уровне искренности, да, в большей степени. И люди будут выбирать. Но таких покупателей, наверное, немного ещё пока, но они уже есть. Вот не было у тебя такого, не знаю, прогноза, сколько жить-то осталось классическим бизнесом, классическим подходом в этих бизнесах? Как быстро всё это поменяется? Ты знаешь, есть такая теория 3D, 4D, 5D пространства. Да. И она, ну, назовём это теорией, да? Подход. Подход, да. И он говорит о том, что не будет времени, когда раз, и старая формация захлопнулась, а вот новая открылась, и всё. что параллельно будут существовать разные реальности, и люди из разных плоскостей, назовём это так, мерностей, просто не будут пересекаться. То есть будут ли люди, которые будут работать, назовём это, старым классическим маркетингом? Будут. Будут ли люди, которые покупают по отклику? И я так делаю, я думаю, что и ты, и многие сейчас, да? Да, конечно. Будут ли люди, которые будут манипулировать в продажах? Да, будут. Будут ли те, кто будет за экологичный маркетинг, чувственный маркетинг, развитие эмоционального интеллекта? Конечно. То есть мне кажется, что будет и так, и так, но каждый будет находиться в своей мерности и практически не соприкасаться с другой мерностью. То есть мы так или иначе будем находить себе подобных, да? Или нас будут сводить с ними. А что ты, кстати, думаешь о такой тоже теории, давай так скажем, концепции? Нас всегда ведут. Вот те же самые высшие силы. То есть ничего не делается без их позволения, скажем так. Потому что у каждого человека, как у души, есть своя цель на какое-то из воплощений. Ну вот на это, допустим, в котором мы сейчас. И шаг влево, шаг вправо не то, чтобы там расстрел. Нет, конечно. Но это удлинение пути. Поэтому очень важно осознаться, что есть высшие силы. Мы под их покровительством находимся. И что дальше? Там слушать знаки Вселенной, мурашки в теле ловить, сердце колотится. По отклику жить в потоке, в ресурсе. По отклику в потоке. И вот это всё. Тогда вот ты в согласии и с собой, и с высшим замыслом, и с высшими силами мир изобилен. И всё происходит как должно. Концепция тебе близка? Или ты видишь здесь какие-то тоже маркетинговые немножко передёргивания? А мне кажется, что это также пересекается с концепцией мерностей. То есть мне кажется, чем больше мы осознаём себя, чувствуем свои мурашки, верим им, а не думаем, что нам показалось, тем мягче наш опыт проживания в разных процессах. То есть одни и те же события у людей могут происходить в рамках разных мерностей. То есть даже вот недавно, например, там был очень большой дождь в Дубае. И для многих людей это стало такими неприятными обстоятельствами. Но были люди, которые очень мягко прожили этот дождь, и он совершенно никак их не затронул, и никаких последствий не было. И вот так всегда. То есть будут ли происходить события? Да, будут. Но насколько остро, шершаво или мягко, гладко, комфортно они будут происходить, как будто бы зависит от уровня осознания. И можно назвать это тем, что нас ведут. Можно назвать это уровнем осознания, доверие себе и миру. Вот в моей концепции, доверие Богу, доверие миру, доверие себе и пространству, Вселенной и Высшим Силам, подставьте нужное. То есть как будто бы это всё об одном и том же. А у тебя Бог в религиозном плане существует или в таком вселенском? Наверное, для меня это всё единое. То есть я в своё время изучала и Библию, и Коран, и Тору. И мне было интересно. Мне казалось, что совершенно разные истории, никак не перекликающиеся. Когда я с ними ознакомилась, я была потрясена, что сходства было гораздо больше, чем я ожидала. Как будто бы разные языки для разных людей. Абсолютно. Об одном и том же. И это было удивительно для меня. И далее, ведя по своему жизненному пути, для меня это всё единое. Наверное, это про то, чтобы научиться рассчитывать Бога в себе, Любовь в себе, Высшие силы в себе, себя в себе. И смотреть на мир глазами Бога, или смотреть на мир глазами Любви, рассчитывать в пространстве. То есть можно ли сказать, что Бог — это любовь? Да. Можно ли сказать, что я — это любовь? Да. Можно ли сказать, что во мне есть кусочек Вселенной, мы все про единое? Да. Как будто бы всё об одном, но разными словами, через тот язык и подход, который человеку ближе. Точки входа разные, а суть информационная, как будто бы единая. А здесь какая-то единая валюта есть. Вот мне кажется, что как раз любовь её является, наверное. Потому что какой бы конфессии человек, люди не были, каких бы взглядов, каких бы, не знаю, умозрений или концепций, или ещё чего-то, если один испытывает другому любовь, то это стирает границы. Так же это работает? Ты великолепно так красиво это сказала. У меня аж реакция. Мурашки просто огромные. Действительно, единая валюта будущего. Ну, как бы это ни звучало парадоксально, но всё же, да, любовь, потому что в любой концепции это вера и религия, ну, любовь не какая-то, где есть ожидания, где есть какие-то образы, галочки, а вот смотреть глазами. Ну, это самое безусловное. Ну, её тоже описать сложно. Её сложно описать, её как раз таки чувствовать. Чувство, да. Наверное, это любовь возникает от ощущения соединения с миром, в первую очередь, с чем-то большим. Ну, вот у меня так, я так это ощущаю. Потому что иначе ум пытается описать это, и это как раз уже больше в плоскости, там, не знаю, ты мне, тебе, а если вот я вот сейчас вот люблю, а меня не любят, то что дальше? Ну, и так далее. То есть это немножко другое. Это такая низковибрационная, что ли, история, да? Вот высоковибрационная, это уже когда... Ты действительно понимаешь, что ты есть всё, всё есть ты. И каждый человек есть ты, и ты можешь расширяться, когда возникают какие-то обстоятельства, становиться шире, смотреть глазами сердца, глазами Бога, глазами любви, и тогда уже как будто бы нет обид и претензий. Тогда легко, как будто бы прощать, и даже не за что прощать. Потому что мы все единые. Тогда есть какая-то такая красивая история про сострадание в красивом смысле слова, сопереживание, про созидание, про видеть красоту в другом. Да, то есть любовь как расширение, как такой некий масштаб, многомерность. Знаешь, кстати, интересно, что эта тема, она в разных культурах тоже существует, иногда очень ярко. Я недавно, тебе ещё не рассказывал, я познакомился с королевой Конго, и мы с ней провели, это во Франции было, в Каннах, мы с ней провели почти день целый, хотя были встречи там у всех, но как-то это всё вот сложилось. И когда я благодарил об этом, точнее, благодарил её за время, за коммуникацию, за общение, она так смотрела очень внимательно и сказала «I'm here because of you». То есть, может быть, без «because», кстати, может быть, просто «I'm here…» «I'm here because you are here», «because you are», «I'm you are», то есть это единое. И там вот так тоже меня так это промурашило, то есть меня бы не было здесь, вот если по-русски, если бы не было тебя. То есть… Это просто бессловно. Насколько, да, хотя вот это, ну, африканская королева, казалось бы, там вообще другой культурный слой, другой контекст. Очень красивая история. Соединённость ощущать, наверное, повторюсь, да, к этой мысли вернуть, что когда мы ощущаем соединённость с миром, со всеми людьми, со всем живым, неживым, вообще со всем мирозданием, вот в этом соединении где-то и рождается та самая любовь, да? И да, и когда нет дуальности, то есть когда мы отходим от концепции дуальности, хорошо-плохо, брать-давать, как нужно, как не нужно, а когда вот нет дуальности, есть единство, тотальное единство разных людей, разных культур, разных религий, разных как будто бы придуманных социальных слоёв, когда каждый человек — это душа, каждый человек — это сердце, и когда мы способны это рассчитывать в любую коммуникацию. Мы здесь убираем границы вот эти самые, да, восприятия, дуальности, и там спокойно течёт и энергия, и любовь. И тогда нет каких-то вообще вопросов не возникает, всё понятно, всё просто. А как раз таки сложно тогда, когда мы сами себе придумываем какие-то разделения, и тогда вот на стыке, на вот этом разделении как раз таки возникает, а почему так, а для чего. Когда есть чувство, вопроса как не возникает. Я всегда говорю, что если здесь вопрос как, это вопрос из головы. Да. И тогда, я говорю, спускайся на уровень сердца, что чувствуешь? Есть вопросы, вопросов больше нет. Ну, есть ещё тоже такая простая формула, может, кому-то из зрителей будет интересно действовать из страха или из любви. Она немножко тоже из ума, эта формула, конечно. Ну, вот, чтобы начать действовать в этом направлении, да, она интересна. То есть, если я боюсь, сжимаюсь, значит, это не туда, не моё, значит, не стоит. Если я люблю, а, кстати, может же быть ситуация, я вроде бы через любовь, но боюсь. Вот про публичные выступления. Вот я вот, душа рвётся на сцену, ну, боюсь, такое же бывает, ты знаешь точно. Вот, но это уже оттенки, оттенки светлого. Не будем про серое. Вот, короче говоря, да, если из любви, из сердца, тогда любые действия наши будут согласованы, да, там, печать поставили, можно, тебе можно. А знаешь, даже оттенков-то и нет. Когда мы, допустим, если боимся выступателя проявляться, это тоже вопрос. А расширьтесь до того состояния, когда такая любовь к себе, что нет необходимости создавать какой-то образ, стараться понравиться или сделать лучше, стараться сделать идеально. Когда любовь к себе ещё шире, тогда страха уже не возникает. Ты думаешь, я совершенен в любом своём проявлении. И даже если я забуду слова на сцене, споткнусь, возможно, микрофон перестанет работать, презентация пропадёт. Я настолько в любви, мне классно, я люблю этих людей, я не ожидаю от них вражды, я не ожидаю от них хейта или насмешек. Я настолько в любви к себе и в сострадании, и к понимании тому, что я могу быть разным, не идеальным. Я совершенно несовершенен. И тогда страха снова нет. И снова нет дуальности. Про публичные выступления мы вернёмся обязательно, потому что Александры богатый опыт. Интересно, как ты там оказалась на сцене. Хотя случайностей не бывает, но я хочу поделиться небольшим своим лайфхаком на тему страха выступать. Мы с тобой на одном мероприятии недавно пересекались, и я там первый раз за последние лет, ну, наверное, 10 реально выступал перед достаточно большой аудиторией. Через своё истинное я. Вот у Вовы это термин ядро, а я бы ввёл термин такой внутренний бриллиант. И мне как раз надо было рассказывать о чём-то, о чём я до конца и не понимал. Из головы я не понимал, о чём тут рассказать. Я не делал презентацию, как, кстати, ты тоже практически не делаешь их. И что я осознал? Что если человек проявляется из высшего я, из своего вот этого максимального, ну, не знаю, предназначения, из своей миссии, то есть он показывает, у меня даже образ такой возник, бриллиант, внутренний бриллиант, у каждого из нас он есть. И если мы его открываем, там свой процесс, как его открыть, увидеть, то дальше показывать это уже дело техники. Вот девушки меня, и ты тоже поймёшь, когда на пальце красивый бриллиант, и ты идёшь на вечеринку, что его прятать хочется? Нет, конечно, хочется, ну, по крайней мере, под софитом там, чтобы он поблестел красиво. Может быть, кому-то хочется, чтобы люди увидели. Так вот, это то же самое, вот та самая ценность, самая ценность человека, его истинные дары, их важно проявлять, их важно показывать. И вот когда я это осознал, я вышел на сцену без всяких вообще. Вообще, то есть мне было вот так, спокойно, в потоке, как на своём месте, как будто я всю жизнь выступал. Было такое ощущение. Ну, во-первых, вот это прокомментирую, да, действительно ли это ключ. Ну, и потом я спрошу ещё. Да, ты знаешь, во-первых, ты прекрасно выступал, я была на твоём мероприятии, и никто бы никогда не подумал, что последний раз ты выступал 10 лет назад. Это было настолько органично, красиво, заслушаться. У кого-то слёзы были, я помню. То есть ты настолько было выразительно вообще, настолько у тебя поле мощное, классное, что многие люди, взаимодействуя с тобой и мои клиенты, люди, кто пересекались, иногда даже пишут сообщения, что такое невероятное поле, просто нельзя остаться равнодушным. Это твоя такая суперсила просто воздействовать на людей тем, что ты есть. Представляешь? Что ты чувствуешь сейчас? Я уже чувствую, что у нас тренинг, начинается тренинг. Я почему-то тогда посмеялся, потому что я, Александр, тебе сейчас хотел сказать. Понимаешь, да, я знаю, я слышу про поле, но я не всегда, мой ум не всегда может это описать, что за поле, как его применять, что с этим делать. Вот. Ну, я учусь, я учусь. Я хотел бы, может быть, чуть больше для зрителей, знаешь, как такой, ну, не то, чтобы мы здесь таблетки раздаём от всех болячек, но мы, как, в общем, являясь проводниками оба, мы подсвечиваем какие-то вещи, которые в вашей жизни могут проиграться и могут быть интересны. То есть вот если ты боишься выступать на сцене, можно ли дать совет человеку, что обратись к себе внутрь, ощути себя истинного? Ну, это сейчас, конечно, звучит легко, там сделать, может, чуть сложнее. И тогда, в общем-то, из этого состояния тебе море по колено в хорошем смысле. Ты знаешь, есть советы и подсказки, начинающие выступать на разных уровнях, на уровне ума и на более тонких. Если на уровне ума, если человек только первый раз выходит на сцену, конечно, его пока не совсем понятно, как вот ощутить, если я боюсь, у меня колени дрожат. Оно там само по себе, причём, да, может происходить. Что-то в смысле почувствуешь? Мне страшно, я не хочу туда идти. И очень много, можно просто поделать какие-то дыхательные упражнения, да, есть специальные техники. Можно, по-моему, сжиматься и расслабляться. Сжиматься, разжиматься позу, открытую позу звезды. А я, знаешь, слышал, по-моему, с тобой тоже делился, если вам страшно, вы вышли на сцену, представьте людей обнажёнными. Они вот сидят обнажёнными, вот, и это как бы снимает их значимость. Ну, то есть, сама техника может чуть не экологично звучать, но в целом человек видит, что, ну, представляет, что обнажённые. Ну, и как в бане, условно, все равны стали. Уже не так страшно. Уже не, да, что, они, я-то в эти костюмчики, они тут глушон, я теперь могу. Это им нужно быть страшно. У меня всё нормально. Ну, то есть, такие вот трикс, такие штучки, они, в принципе, наверное, тоже работают, да, на каком-то уровне. На уровне ума либо попрыгать, представить, что люди обнажённые, подышать, много дыхательных техник, которые возвращают в тело. То есть, что такое страх? Страх — это наши мысли, да, на уровне ума. Но если мы возвращаемся любыми способами в тело, у кого-то-то гвозди, у кого-то-то прыжки, дыхание, ну, у каждого своя история, да, медитация, ещё что-то. Если мы уходим в тело, страха меньше, потому что мы не в голове, а мы в теле. И если на более тонком уровне, то я общалась с несколькими достаточно известными мирового масштаба личностями, которые много выступали, и задавала им вопрос, как вот вам не страшно, как вы начинали выступать, что вам помогало? И они говорили о том, что я, когда выхожу на сцену, это будто бы не я. То есть я становлюсь, я себя чувствую, будто бы я полая трубка. То есть через меня проходит будто бы информация, а я просто стою и её через себя провожу. И сначала мне было непонятно. Я думала, как это так? Ну, я же есть, я же всё равно боюсь. Но выступая, наверное, чуть ли не с третьего, четвёртого выступления, я словила это состояние. И когда я выхожу на сцену, может, это будет удивительно для людей, но я не готовлюсь практически к выступлению. У меня есть 3-4 тезиса на часовое выступление, но я каждый раз абсолютно не думаю о том, что я скажу. И по-разному их. Абсолютно по-разному. И даже не подстраивая под логику аудитории, под задачи, нет, под какие-то потребности, а только под своё чувствование. То есть моя задача донести мои смыслы. И тогда не так страшно, потому что эта история про меня, для меня, чтобы я сама получила удовольствие и выдала то, что мне было дано. То есть это такая некомментальная гигиена. И когда ты просто выдаёшь, тогда всё остальное не важно. А вторая история, тоже через уже уровень сознания, это история про эго. То есть кому страшно? Страшно эго? Как-то буду не так стоять, некрасиво выглядеть, свет некрасиво будет падать. А вдруг я опозорюсь, вдруг как-то люди меня не так воспримут. Вдруг упадут. Упадут, люди будут смеяться, да. Можно что понять? Можно понять, что это история про эго, и прямо представить, как ты снимаешь шапочку, корону своего эго, ставишь на полочку и понимаешь, а я же здесь для людей. Отдохни, да, эго, отдохни. Да, я потом выйду со стороны и вернусь. И если взять фокус на том, что я здесь для людей, тогда не так важно, какой я. То есть даже можно энергетически представить, как я переношу фокус себя на людей в зале. Я здесь для вас. Для того, чтобы вы услышали то, что сейчас на самом деле важно. И тогда неважно, даже если я упаду, даже если я как-то не так буду выглядеть, не имеет значения. Даже в последнее время я экспериментировала, стала играться с реальностью на нескольких последних выступлениях, когда я начинаю выходить и брать микрофон. Если раньше, как правило, регалии, кто я, где я, сколько лет в Дубае, какой бизнес, с кем на сцене стояла, да, чтобы люди сразу поняли, ага, ее нужно слушать. Да, ей можно верить. Нужно верить, все, можно. А я подумала, а что если мне выйти и совершенно никаких регалиях не говорить вообще, а как тогда воспримет публика, если у них не будет знания о том, какая я, кто я и как меня стоит воспринимать. И я сделала это, я не говорила ничего. Я говорила, я Александра, и я начинала говорить. И меня поразило, что реакция на выступление была абсолютно такая же, а может быть и более глубокая. Потому что есть слова, а есть состояние, есть чувства, есть поле. И как будто бы сейчас такое время, когда говорить можно все, что угодно, но люди будут чувствовать, насколько это честно, насколько это искренне, насколько ты проживаешь, то, о чем ты говоришь, или ты просто где-то прочитал, или услышал в умных каких-то подкастах, каких-то книгах вычитал, или ты этим живешь. И слова не важны, и речь не важна, и язык не важен. Если они чувствуют, то они чувствуют, и это бесценно, и никакие регалии это не затмят. И вот этот эксперимент показал мне, что можно больше не представляться. Ну, то есть, работает энергия, получается? Абсолютно. Ну, как бы работает состояние, состояние передается невидимым путем людям, и ты можешь даже помолчать, в принципе. Да, и вот... А был, кстати, у тебя опыт, чтобы ты молчал, а зал там, не знаю, плакал? Ну, неважно, может, не плакал, но испытывал какие-то ощущения. А ты знаешь, молчала пока нет, но это хорошая идея поэкспериментировать. Да, попробуй. У меня был опыт, когда на стадионе в Казахстане несколько раз я выступал на многотысячную аудиторию, и в конце, поскольку мой мод это «Мне можно всё», мне хотелось сделать такую Тони Робинсовскую штуку, чтобы люди встали и прокричали «Мне можно всё». И можно как-то посмеяться, сказать глупости какие, зачем это надо, но мне хотелось, чтобы они прожили этот опыт телом. И что удивительно, то есть в конце у меня было очень глубокое такое выступление про то, что нет границ, про свой путь, и каждый прочувствовал, у кого-то были слёзы, и потом я говорю, давайте каждый представить то, что для вас действительно важно, то, о чем вы мечтаете, и теперь встанем, покричим «Мне можно всё». И, казалось бы, просто совершенно банальная история. Простая техника, да? Простая техника, но проходили месяцы, даже до сих пор я получаю письма от людей, которые сказали, что я не знаю, что вы делали тогда на этом выступлении, там были более известные люди, блогеры-миллионники и так далее. Многие люди первый раз меня видели, говорят, я не знаю, что вы со мной сделали, но моя судьба изменилась кардинально. Например, вот писала девушка через 7 месяцев, что я хотела подаваться в другие страны на обучение, но меня нигде не брали, и мне хотелось уже сдаться и решить остаться в своей стране в Казахстане. Но после этого выступления, я не знаю, что именно вы сказали, я не помню слов и фраз, я не записывала, но что-то произошло, и я подумала, нет, я попробую снова, снова и снова и снова. И она говорит, и сейчас я живу в Америке, я получила 3 предложения из разных стран, я встретила человека по сердцу, по судьбе именно в одном из этих университетов, и моя судьба изменилась кардинально, и я решение приняла именно в тот момент. А как это объяснить умом? Никак? Никак. То есть если вы ее сказали, а что конкретно Александра сказала, какая одна мысль повлияла на ваше решение? Она не вспомнит, но она почувствовала какой-то отклик. Да, потому что, ну, ты знаешь, из нашего с тобой общения, у меня тоже бывают ситуации, когда я пообщался с человеком, у человека что-то происходит, ну, происходит какое-то раскрытие, происходят какие-то новые ветки реальности. Хотя я, ну, из ума, я ничего не делаю, у меня нет никакого протокола. Так, сейчас спросим это, как вот, ты знаешь, у коучей, а ну, знаешь, точно. Сейчас спросим это, сейчас спросим, а здесь вот такие вот показатели, ага, так, 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 применим вот такую технику. То есть я так не делаю, я могу просто пообщаться, у человека, раз, знаешь, как это, железнодорожная ветка перевелась, и вагончик, поезд поехал в другую какую-то сторону. Что с этим делать? Просто наблюдать. А для чего делать? Ну, вот смотри, ты вышла на сцену с большим количеством людей, вот, и если ты этим процессом чуть больше управляешь, может быть, ты на большее количество людей повлиять можешь? Или это опять-таки из ума сейчас какие-то идеи, которые... Да знаешь, у меня нет цели охватить миллионы, изменить жизнь миллиардов людей, потому что только в моей картине мира это может кому-то не подходить, не быть близким. Мне кажется, когда у человека идея максимальное количество людей хватить, изменить жизнь максимальное количество людей, это часто история про эго, я тогда буду чувствовать себя ценным, если я поменяла весь мир. Я могу... Да, это очередные галочки. Очередные галочки из ума, и это как раз тогда уже не про ценность, не про поток. То есть тогда получается, что я выхожу на сцену, чтобы всем тут всё поменять, я тут пришла, я на себя шапочку Бога надела. Да, принести. Это уже духовное эго называется. Духовное эго, которого сейчас очень много. И, может быть, я не выступаю на сцене, может быть, я взаимодействую просто с людьми, с близкими своими, с друзьями, и у кого-то судьба поменялась просто от взаимодействия. То есть у многих людей есть концепция, если я буду создавать курсы, программы, выступать, вот тогда я буду ценным. А как насчёт самой жизни, которая течёт каждый день? Уже сейчас, да. Мы встречаемся с кем-то в такси, едем в магазине, в супермаркете, в салоне красоты, с друзьями. А как насчёт быть в каждую секунду в максимальной точке своей проявленности и любить людей и созидать? Ну, не для того, чтобы созидать и любить, а просто потому, что по-другому уже не получается. Слушай, ну да, это интересно. Даже вот у меня сейчас инсайт такой. Спасибо тебе. Но тем не менее, ты же всё равно, когда представляешься, ты говоришь, я выступала там на четыре тысячи человек, я выступала... Больше нет. А сейчас уже всё закончилось. Последнее выступление пока нет. Иногда бывает какой-то слайд сзади, иногда нет. То есть когда я увидела, что реакция была такая же, а может быть и более глубокая, я поняла, что уже не важно. То есть можно иметь много регалий, но если люди чувствуют ложь, что человек не живёт той жизнью, о которой говорит, они всё равно не придут, не откликнутся, изменений тогда не будет. Но если они чувствуют, то можно быть кем угодно. А как получилось, что ты оказалась на сцене? Там, может быть, эго немножко работало? Или тебе было интересно? Или это был отклик изнутри? Ты знаешь, всё вместе, на самом деле, будучи честной, во-первых, с детских лет я всегда представляла себя с микрофоном. Даже я беру с детских фотографий, я постоянно там с каким-то шампунем пою или рассказываю. И пела, наверное, да? И пела, и я выставляла какие-то выступления. Я всегда удивлялась и восхищалась какими-то известными личностями, собирающими стадионы. Тони Роббинса проходила его программы и так далее. А самое первое моё выступление, как ни странно, это было выступление на TEDx. Моя жизнь могла бы быть совсем другой. Я могла бы жить в Новосибирске, учиться в интернате для слабовидящих детей, ходить с палочкой и обслуживать себя при помощи близких. То есть то, что люди считают, что должно произойти через годы, мечта, оно было моим первым. И это была совершенно волшебная история. То есть когда-то, много лет назад, я не принимала до конца истории со своим зрением. И я пыталась казаться людям какой-то обычной, такой же, как все. А мне не хотелось, чтобы они жалели или как-то по-другому меня воспринимали. И в какой-то момент я поняла, что очень много в этой истории напряжения, что я очень стараюсь вжаться в какие-то рамочки и не быть собой, и не принимаю. И я решила это убрать и начать говорить постоянно, открыто. Вот у меня вот так, и все. И снять с этого напряжение и важность. И в какой-то момент я открыла Инстаграм несколько лет назад и прямо с утра в сторис рассказала более подробно свою историю и о том, что я не хочу больше придавать этому важность, я хочу освободить свою меру и жить жизнь, жить себя. А потом, через несколько часов, я отправилась на завтрак в одном из сообществ Дубая. И когда она была представляться, я взяла микрофон и тоже сказала, что я не просто там предприниматель, да, а что я, вот у меня такая особенность, и я мечтаю делиться этим с людьми и помогать им вдохновлять. Я села за стол, взяла телефон, где утром опубликовала эти сторис, и увидела сообщение от представителя TEDx в Казани, Анны. Она говорит, а не хотите ли выступить, я подготовлю вас, и это еще и безоплатная даже история со стороны TEDx, то есть оно пришло как бы само. И это очень метафорично, когда я разрешила себе жить себя и сказала, что я готова пойти в свой самый большой страх, пойти навстречу к себе и делиться с людьми, создавая для них ценность. В этот же день, через 2-3 часа, на меня упала возможность, которую мечтает большое количество людей. И после первого выступления, после этого TEDx, я получала очень большое количество сообщений, писем, у кого-то были слезы, у кого-то был инсайт, кто-то не знал из близкого окружения. Меня это очень вдохновило, я продолжила, продолжила. Потом, конечно, был этап, и эго в том числе, я живой человек, мне хотелось больше, 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 больше. Такое тоже было. Но в какой-то момент я почувствовала, я это заметила, отследила, что я стала воспринимать, что если я стою на какой-то сцене стадионной, то вот я проявлена. И я ждала, как будто бы этих точек на карте, когда я снова встану на большую сцену. Когда я увидела, что есть некая привязка, я решила выйти из привязки. То есть когда я вижу, что вместо внутренних опор где-то я слишком сильно опираюсь на внешние, иду в честность и подменяю эти опоры. Я это увидела, и сказала, хорошо, я больше не играю в эту историю. Если будет приглашатель, я буду выступать на маленьких аудиториях, да, а на больших, ну если сложится, да, но искать осознанно не буду. Ну прям туда стремиться, стремиться. Да, и я стала, то есть да, у меня сейчас есть большие выступления тоже, но я абсолютно снялась с того важность и перестала прикладывать для этого какие-то усилия. Гораздо больше удовольствия я получаю, выступая на 50-100-200 человек, чем на 4 тысячи даже. Это более кулуарная такая история, да? Кулуарная, глубоко, красиво. То есть это тоже про честность. Многие люди, вопрос самопознания, конечно, встречаются с духовным эго в том числе, и важно просто это отслеживать и понимать, что если я идентифицирую себя только так, только в таких точках проявленности, как вот спасти миллиард человек, или выступать только на стадионах, то важно просто это отследить и разрешить себе быть без этого. И с этим, и без этого, и в одинаково ценном. Ну как бы уравнять все возможности, да? Это, наверное, так звучит. Потому что в любом случае эффект волны или бабочки, крыла бабочки, никто же не отменял. Вообще неизвестно, даже ты, например, с таксистом можешь ехать, сказать ему что-то, у него жизнь свернула направо или налево, вот, и всё, и что-то по-другому развивается. Сто процентов, а потом он ехал с другим каким-то человеком, а потом он с третьим, с четвёртым и так далее. Да, и он что-то передал. И пошла волна. И часто приходят люди, у которых в подчинении две, три, пять тысяч человек, с задачами, конечно, своими внутренними, с разными запросами приходят люди. И я понимаю, что вот она взаимодействовала, например, да, какие-то свои вопросы открытия сердца, например, прочувствовали, прожили, и она пойдёт дальше к этим пяти тысяч сотрудникам. Возможно, примет новое решение, а у них семьи, а они с кем-то взаимодействуют. И так оно, эта волна, волна и распространяется. А ты можешь привести какой-нибудь, может быть, очень яркий пример трансформации человека, с которым ты взаимодействовал, ну, без фамилий, которым можно сказать, как чудо случилось? Потому что людям свойственно чудесами называть то, что нельзя объяснить, уму свойственно. Вот, мы сейчас понимаем, что, в принципе, как это работает, плюс-минус, не всегда. У меня есть пример на уровне ума один, и есть много на уровне чувствования. Вот для ума всё-таки многим людям важны цифры, там, ну, знаешь, почувствовал сердце здорово, а где деньги, да? И здесь, да. Вот, из ума была у меня девушка, клиентка прекрасная, она пришла с запросом на публичность, проявленность, новые продукты, она была есть, твёрдый юрист международник, и буквально за несколько встреч мы создали новый продукт, первая вообще в истории Академия, обучающая юристов по релокации, она собрала группы, собрала поток юристов, мы придумали, как их всех привлечь, хороший чек. Она не была спикером, она стала выступать. Второе выступление было на 150 человек на конференции в Дубае, а третье в дубайской опере на 2000 человек оффлайн, на 28 тысяч человек онлайн. Уже по-сильному совсем, да. И известные блогеры отметили в своих социальных сетях бесплатно, и она стала работать с премиальной очень аудиторией, и мы встретились с ней буквально пять раз. То есть это не потому, что я фея, это потому, что она очень мощный человек, действительно готовый, прекрасный, открытый, и наше вот это взаимодействие, оно родило такой красивый результат и финансово, и в виде премиальной топовой аудитории, и третье выступление в жизни на сцене дубайской оперы. Это даже не первое на TEDx, это вообще масштаб международный, да. Это те самые квантовые изменения, по сути, да. Те самые квантовые изменения, да. А если говорить про более мягкие истории, то был, например, мужчина, который хотел создать какой-то большой стартап, спасти миллиард человек, изменить судьбы людей. И когда я вижу вот эти гигантистские цели, где много-много нулей, я понимаю, что человек чаще всего бежит от реальности, здесь и сейчас, пытаясь убежать от того, что максимально больно прямо под носом, прямо сегодня. И я пошла глубже изучать вот эту историю, да. У него была история, связанная с личной жизнью, в которую не хотелось смотреть, где было так больно. Он мне сказал, я не чувствую, последние несколько лет я больше ничего не чувствую, но я же понимаю, что это неправда. И мы пошли туда глубже, размотали все эти штуки, он разрешил себе чувствовать, наладил свои отношения с семьей, и каким-то образом в его стартап потянулись инвестиции и деньги неизвестным совершенно образом. Пришли два инвестора, а он изначально пришел с запросом на «хочу создать стартап, но нет инвесторов». Я не понимаю, почему. То есть, размотав историю в личной жизни, честно посмотрев, выпустив энергию оттуда, сжатия, в его проект пришли из ниоткуда, как будто бы два больших инвестора. Это очень часто происходит. То есть, люди могут быть, допустим, даже лист от Forbes, где-то иметь много бизнесов, хорошо выглядеть, иметь семью, детей, здоровье, путешествия, друзей. Но прийти с абсолютно потухшими глазами говорит о том, что я не вижу смысла в своей жизни. И это всегда означает, что где-то есть какая-то нечестность с собой, какая-то иллюзия ума. И моя задача — найти, показать. Смотри, ты не хочешь туда смотреть. Сходи-ка туда, сходи, вернись теперь к себе. Достаточно. И это не процесс какой-то годовой терапии. То есть, можно просто увидеть, признать, вот как у меня было со стадионами, что я поняла, что здесь есть какие-то мои такие внешние опоры. Понять, ага, хорошо. И просто выбрать по-другому. То есть, одного осознания достаточно. Достаточно, чтобы было правильное действие. Если ты хочешь. То есть, мы можем, получается, из неосознанного вывести на уровень, где мы это видим. А если мы это видим, то можем наблюдать. И мы можем выбирать. Выбирать траектору своей жизни, вести по-другому. Поэтому, возможно, всё. А как ты думаешь, кстати, вот этот тоже вопрос сейчас интересный. Многие им задаются, те, кто в духовную часть себя смотрят. Как найти баланс? Где он вообще, этот баланс, материальный, духовный? Где он лежит? Потому что, вроде бы как, ну, сейчас утрировано заниматься медитациями, соединяться с высшими силами. Классно, но это же время занимает, это же там каких-то тоже усилий требует. А тут вот обязательства, я не знаю, там, ипотеки, семья, квартиры, надо за всё платить. То есть, я так вижу, что многие люди тоже пытаются этот выбор сделать. Так, вроде бы, душа зовёт что-то такое неведомое, но денег там нет. Понятно, что это тоже, наверное, установка. Денег там нет, деньги нужны здесь и сейчас, пойду-ка я лучше их зарабатывать. При этом, зарабатывающие деньги ради денег, мы понимаем, что он счастливым не становится. Что да, он закрывает эти свои потребности в моменте, но душа внутри говорит, нет, я не хочу так, я хочу по-другому. Вот тебе же удалось найти это? Ты знаешь, я всегда в пути, то есть, если бы я сказала, что я на 100% приняла себя, я нашла баланс духового и материального, я простила, приняла всех, их родителей, весь род проработала, все травмы, то я бы умерла в тот же момент. То есть, я считаю, что если я вижу человека, тем более проводника, который скажет, у меня вообще никаких проблем нет, у меня все классно, то у меня вопросики. Серьезно, то есть ты остановился, ты больше все, ты больше не чувствуешь, ты умер, или что происходит, да? Поэтому, нашла ли я на все эти вопросы, я отвечу нет. Я нахожусь, примеряю разные модели, в поиске пути, разные модальности, даже... Ну, какой-то рабочий вариант для тебя, ну, по состоянию на сейчас он есть? Да, наверное, да, то есть, и в моей концепции мира, то есть, вот есть колесо баланса, да, и люди стремятся иметь десятки во всех сферах, например, да, а я считаю, что у меня нет идеи баланса, у меня скорее концепция и понимание того, что на разных этапах жизни происходят разные вещи, и он заваливается. Например, если ты рожаешь ребенка, ну, вряд ли ты будешь в это время параллельно открывать филиал в Америке, в Сингапуре, где-то еще. Это просто не получится. Ну, как бы практически сложно. А значит, тебе баланс иллюзорно. Если, например, ты болеешь ковидом или там чем-то другим, да, ты не можешь в это время заниматься максимально спортом или чем-то еще. То есть, я считаю, что вот это вот колесо, оно время от времени вправо-влево-вверх-вниз куда-то уходит, и важно замечать, идти в честность с собой и направлять туда фокус, а потом еще куда-то, а потом еще куда-то. И в разных моментах в жизни приоритетны разные вещи. То есть, иногда нам интересно отношения строить, да. Иногда мы понимаем, что так, ну, в отношениях, например, все стабильно понятно, а я хочу себя попроявлять, попроявляться хочу, например. Другую сферу, да. Другую сферу. А вот сейчас мне йога, интересно, а вот сейчас хочу научиться готовить какое-то новое блюдо. И в этом и есть, наверное, краски жизни. Не прийти к какой-то статичной неживой модели. Жить жизнь, чувствовать в каждый момент, в каждой точке сборки. А сейчас что мне важно? А сейчас что я хочу? И идти туда. То есть, идея баланса, я задаюсь вопрос, а для чего идея баланса? То есть, мне кажется, что концепция баланса, она от ума, потому что тогда будто бы безопасно и не страшно, и тогда как будто бы есть иллюзия, что я что-то делаю правильно. И все объяснили. Самое главное. Все объяснили, теперь можно. Как бы не так. Все объяснили, теперь можно. В втором разу. А вот и нет. Ну, да, знаешь, такой приходит образ канатоходца, который, чтобы пройти вот по этой тоненькой, тонкому канату сравнительно, да, он все-таки отклоняется вправо-влево, иногда еще как-то. Может быть, отсюда эта идея колеса баланса, что если ты будешь смотреть на все эти сферы свои, равнозначно пытаться, вот ты будешь такой центрированной личностью. А вот то, что я слышу у тебя, получается, это немножко так, может быть, заносы покруче. Да. Или в этом и интерес? Для меня в этом и есть интерес, и более того, то есть я не за какие-то радикальные подходы, и если я слышу в концепции какого-то человека суперрадикальную теорию, то есть, например, нужно быть духовным, нельзя есть мясо, только зеленые овощи, никогда никакого там алкоголя, никогда ничего, спать только в 10 часов вечера, каждый день практики и так далее, у меня возникает тоже вопрос, насколько он честен с собой, то есть в моей концепции мира я могу и так, и так, и так, исходя из чувствования на момент выбора, то есть если сейчас я чувствую, что мне близко, например, условно, поехать в Индию помедитировать, я это сделаю, а через месяц, например, я поеду на юг Франции, буду наслаждаться устрицами, и жить в каких-то шикарных отелях, а потом, например, поеду, не знаю, в Таиланд, и снова буду медитировать, то есть мне кажется, что живая модель, это когда каждую секунду снова и снова я отслеживаю, а где я сейчас, и это очень близко к моей теории самоидентификации, то есть почему нам сложно иногда идти в рост и в масштаб, потому что мы создали какой-то образ о себе, то есть мы думаем, я такая-то, мне столько-то лет, я так-то выгляжу, в этой одежке и ходим, я такая, и вот с этим живем, или даже, говорят, цели поставили, образ будущего, утро через 3 года нарисовали, да, но это актуально сегодня, а завтра я буду чувствовать себя по-другому, а послезавтра по-третьему, а потом я встречу какого-то другого человека, и у меня появятся новые интересы, новые хобы, новые мечты, и если я буду снова следовать идеям о целях, или идти к утру через 3 года, но оно давным-давно мне уже не близко, то я буду себя обманывать, отклоняться от жизни и предавать себя. Жить не свою жизнь. Жить не свою жизнь. Поэтому идея целей, картинки будущего идеальной, идея идеального партнера, идея вот чего-то такого, как будто бы идеального через долгий промежуток времени для меня неживая. А вот, кстати, будущее. Ведь есть тоже сейчас такой метод, когда говорят, хочешь что-то получить, это как из магического мышления, хочешь что-то получить, представь ту самую точку B, себя в ней, ну не просто абстрактно, а прям вот то, что ты хочешь. Это может быть материальный, может быть и не особо, может быть там самое важное ощущение внутри. И вот если это ощущение ты там продуцировал, просто переноси его здесь и сейчас, или когда тебе надо, вспоминай его и прочее. Вот это разве ограничивает? Ты сейчас сказала, что там перенос в будущее и прочее, я в эту тему. Так не работает, когда мы создаём будущее состояние, и на это состояние, проживая его, привлекаем те самые события. А ты знаешь, у каждого, ну свой взгляд, да, каждому близка разная теория. В моей картине мира, наверное, мне нравится предсказывать состояние. Я в будущем, например, чувствую себя свободной, любить и быть любимой, ну, например, да, какие-то. Но в моей, только в моей исключительной концепции мира, если будет такое состояние, то тогда внешние факторы, которыми я сейчас из ума его обуславливаю, не будут важны. То есть, например, условно, я думаю, если я буду жить на трёхэтажной вилле в Майами, у меня будет 50 стартапов, 3 собаки, кошка, попугай, пятеро детей, айронмен и так далее, то я как будто буду счастлива и свободна. Но если я буду счастлива и свободна, то тогда эти все факторы, они не будут уже так важны. И я могу либо их иметь, либо не иметь, но быть в равной степени счастливой и свободной. Если ты понимаешь, в чём я. То есть, тогда эти галочки, они не будут иметь значения, и тогда я могу их даже, может быть, легче получить, потому что не будет важности. Но даже без них я могу себя классно чувствовать, и тогда мне не нужно будет их снова искать, чтобы получить это чувство. Знаешь же, такой есть эксперимент, наверное, правильно сказать, говорят человеку, говорят, представь, что у тебя есть все деньги мира, ну или там твой верхний миллиард, два, десять долларов, чего-то, рублей, неважно, тенге. Ты сидишь дома, у тебя банковский счёт, миллиардный, ещё что-то. Чем ты занимаешься? Что ты хочешь сделать в этот момент? Вот. И люди теряются, многие. Ты знаешь, кстати, ответ на этот вопрос? Честно, нет, потому что я не была в такой ситуации. А моделировать мы не будем. То есть я могу из ума что угодно придумать, ну на сейчас, но если бы это произошло, я честно не знаю, как я бы себя чувствовала. Деньги изобилия у многих же это как цель, как высокая цель, ценность. Это действительно важно отрицать, бессмысленно. Но вот этот вот вопрос, он вводит в состояние, когда действительно этой цели нет, она закрыта. А что дальше? А как раз, а что хочу я? А что хочу я делать? Что проявлять в мир? И это вот может быть способ довольно быстро поговорить с самим собой. Поговорить с собой, да, и найти какие-то свои точки интереса. Вот сейчас я отвечаю внутри на него, такая, блин, ну что же, что же. Я так думаю, наверное, я бы делала то же, что я и сейчас делаю. И мозг такой, подожди, ну может быть, можно там как-то, не знаю, на джетах летать, какой-то компанией открыть. Я понимаю, да мне нравится моя жизнь, я настолько влюблена в свою жизнь. Не, ну можно и на джетах летать. Ну только это может счастья не приносить, а просто быть, ну, удобным, например. То есть как будто бы я бы жила так же, а ты? У меня такой же ответ. Также, просто я бы, наверное, делал еще больше. Ну вот чуть-чуть с большей амплитудой, возможно. Да, с большей амплитудой, может быть, с большим каким-то масштабом, с большей, может быть, свободой где-то. Ну то есть там есть то, чему бы эти деньги помогли. Вот. А еще, кстати, этот вопрос, знаешь, про что? Про то, что иногда люди говорят, я бы там смотрел на небо, например, и был бы счастливым. Скажи, что бы ты делал, чтобы быть счастливым? Потому что у многих счастье на деньги замыкается. Ну вот тебе счастье пришло, вот он миллиард. Что дальше? Что тебя сделает счастливым? Чем ты будешь заниматься? В реальной жизни, в работе, неважно, в проявлении. Вот некоторые говорят, а я бы там, например, с семьей больше время проводил, с детьми, или там на звезды смотрел. И следующее, так смотри, а что тебе сейчас мешает? Включает, да. Да, для этого не нужен миллиард. Для этого не нужны какие-то гигантские, выполнение гигантских целей. Не надо на Эверест забираться, просто подними голову и смотри на небо. Да, абсолютно согласна. И соединяйся. И ты будешь счастливым. И, кстати, для многих людей вот это прям, даже вот этот маленький вопрос, казалось бы, он перещёлкивает, переключатель в голове. Согласна. Ну, то есть будем считать, что духовное и материальное, просто в каком-то смысле ищем этот баланс. Твоя версия, да? А вот мне кажется, что если человек уходит в духовное, ну, духовное не отлететь. Духовное — это как раз соединиться с собой или вспомнить. Или есть ещё версия соединиться с Духом, с Божественным Духом, который существует вокруг нас, Создателем. И если человек соединился, то, ну так, упростим давай, автоматически он в своём предназначении, он в своей миссии, он делает то, что он любит, хочет, он делает то, для чего его, вообще он здесь проявился. То есть он идёт своим путём, путём своей души, а это значит, что всё остальное становится автоматически изобильным. Ты как на это смотришь? Надо почувствовать. Или из ума много? Слишком концептурно. Нет, смотри, у меня нет сравнений, много или мало, потому что каждый чувствует по-своему. Я, наверное, не сторонник абсолютных знаний, каждая своя призма мира. Но мы сейчас обмениваемся, да. Слегка по-другому. Мне кажется, для меня лично, я считаю, что всё равно будут какие-то разные такие моменты. И я люблю сочетание, скажем так, вот этот классный микс светлого, тёмного, разного, вот такой вот разный. Мне кажется, что я чувствую божественное начало в себе и живу достаточно такую свободную классную жизнь. То есть у меня это чувствование, как будто бы не точка «Б», а точка «Сейчас». Вот как-то я вот из этой призмы живу. И, наверное, в моей картине мира даже чувствуя так, всё равно как будто бы бывает по-разному. То есть и изобильное, и неизобильное, но это не режет восприятие. То есть это не причиняет боли. Ну, это у тебя просто такая, наверное, рамка принятия довольно широкая, да, и ты, ну, ведь... Да, во сто процентов. Да, но если, знаешь как, если мы живём, осознавая кожей или нутром, что вот это всё кто-то создал, не эго даже, а кто-то, кто-то вот Всевышний, тогда всё, что здесь создано, имеет право на жизнь. И Луи Виттон, и Гуччи, и то, что многие люди стремятся за деньгами только лишь, да. Ну, значит, потом к какому-то этапе их догонит дух и скажет, а я здесь, вот, про меня не забудь. Может, даже не в этой жизни это произойдёт. Тоже вполне возможно. Ты, кстати, ну, наверное, такой немножко странный вопрос, но всё равно его задам. А ты про другие жизни как? Веришь в это? Ты делала какие-то регрессивные, техники, когда можно посмотреть, кем ты была раньше, как ты воплощалась? А ты знаешь, давно ради эксперимента пару раз да, но в целом, наверное, нет, потому что как будто бы не ищу ответы, ну, вот в истории о роде, в истории, в прошлых жизнях, а скорее ещё ответ в чувствовании сейчас, в теле. То есть интереснее жить сейчас, иными словами. Да, да, то есть я куда-то туда не хожу, но многим людям это очень помогает, меняет их судьбы, для них это очень ценный опыт. Потому что бывает, что через родовые программы какие-то и ограничения остаются, и какие-то задачи. Потому что как будто в моей картине мира и здесь достаточно, но у каждого разная точка входа. Поэтому, конечно, это имеет место быть, очень полезно и ценно. Что-то я задумался, прикинь. А что задумался? Я такой посмотрел в камеру на зрителей, такой думаю, так, чтобы, видимо... У нас ещё каталог. Да, это, видимо, знаешь, я посмотрел на зрителей проективно, будущих зрителей, и попытался считать, может быть, какой-то оттуда вопрос. Слушай, почувствуй, закрой глаза. Я поиграю. Закрой глаза и подыши. Почувствуй, что им надо вообще? Или, знаешь, не что им надо, а что ты хотел бы донести из своего бывшего я? Что-то так глаза моргают активно. Это о чём говорит? О том, что они моргают. Они важны. Что ты чувствуешь? Слушай, какое-то такое возбуждение, ну, не сексуальное, а какое-то как будто... Мне сердце бьётся, представляешь? Перед чем-то новым. У меня тоже как-то прикольно. Да. Это что-то важное. Что-то важное ещё нужно, видимо, сказать. А давай, знаешь, как по-новому. Не от них, что им нужно, а вот что сейчас у тебя в сердце, что ты чувствуешь, что ты проживаешь, потому что как будто бы именно в твоём самом глубоком проживании, ну, на уровне, насколько ты готов поделиться, и кроется самая большая твоя ценность, потому что через себя это проживаешь. Я бы, наверное, сказал такую фразу, почему-то идёт вот про страх, что страх — это основные какие-то такие путы на руках, на ногах, у людей сейчас в голове. То есть это то, что что-то опутывает и сдерживает движение. И вот важно забыть страх. Не знаю, правильное слово здесь. Важно увидеть эти страхи и осознать, принять, и как бы их, может быть, прожить в каком-то, в какой-то реальности виртуальной, а потом всё-таки соединяться с собой. Очень важно это для нынешнего времени. Вот почему-то туда, в камеру, хочется это сказать, что ничего не бойтесь, потому что всегда есть высший замысел, всегда есть высшие силы, которые стоят, наблюдают и помогают на самом деле проснуться, осознаться, ощутить в себе вот эту силу Духа, высшую силу. И это на самом деле путь. Это достаточно... Он очень интересный. Он, наверное, если вот у кого-то это заканчивается, тогда человек развоплощается, мне кажется. То есть те люди, которые сказали, всё, я всё... Всё понятно в этом мире. Я всё осознал, всё прожил, я соединился, я есть создатель, животворящее сознание, и как там это ещё говорится, да? Тогда два пути. Либо разотождествиться, то есть развоплотиться, умереть, иными словами, в физическом смысле. Либо, ну, может быть, такого человека оставят здесь, как второго, третьего, там, в мессию, или как это сейчас говорят, то есть чтобы он пробуждал других людей. Но на самом деле это какие-то... Может звучать как какие-то очень верхние, верховные какие-то материи, но на самом деле задача большинства людей, скажем так, хотя бы к этому прикоснуться, хотя бы на это открыть, начинать открывать глаза на то, кто вы, кто мы есть на самом деле. Вот что-то такое сказалось, я не знаю. Оно очень поточное такое, прям всё чувствуется. Очень живое, настоящее. Алгоритмы правят миром. Напишите, пожалуйста, комментарий, дорогие зрители, как вы, вот что вы почувствовали сейчас? Потому что Александра говорила до этого, что ты выходила на сцену и говорила в потоке, совсем не обращая внимания ни на что, не оценивая, да, не анализируя. Вот у меня сейчас что-то такое подобное. Оно у меня бывает, ну, не на записи, наверное. А ты видишь, что даже у тебя динамика, а даже физическая, очень сильно пошла, у тебя энергия, ну, ты стал по-другому даже двигаться. Это очень интересно. Кстати, вот про поток. Давай тогда с тобой поговорим. Теперь поговорим с тобой. Давай. Поток. Поток. Есть ещё такое сейчас понятие ченнелинг. Как бы ты становишься каналом. Это, кстати, похоже на то, что ты говорила, когда выходишь на сцену, и ты некое полое пространство, через которое просто говорят устами и голосом. Это же, наверное, тоже про ченнелинг. Или это всё одно и то же? А ты вот в обычной жизни используешь это, например? Ты знаешь, мне трудно отследить уже. Сел там по-ченнелила. Уже сложно отследить, потому что я привыкла доверять своим ощущениям и порывам, и чувствам, даже не планируя как-то будущее, а просто по отклику жить. Настолько привыкла, что мне уже трудно отделить, а сейчас это ченнелинг был или не ченнелинг, или что это было. То есть оно как-то уже стало образом жизни, и для многих людей это непонятно. Они говорят, как ты не планируешь? Как это ты не знаешь, когда ты куда-то полетишь или что-то будешь делать? А как ты цели не ставишь? А я не ставлю, а я так живу. То есть, да, многим людям это социально супер непонятно, но мне настолько в этом комфортно, в моём внутреннем таком осознании, что я уже не разделяю. И тоже как будто бы в классическом ченнелинге есть как будто бы какие-то механизмы, алгоритмы вхождения в состояние. У разных людей разное. У кого-то через дыхание, у кого-то через цифровые коды. Ну и приходит оно по-разному. У всех по-разному. Но мне тоже чувствуется, что как будто бы вот это всё декорация, а чувствование — это основа. То есть, ну можно с этим, можно без этого, если ты чувствуешь. Ну то есть, можно сказать, что ты уже просто плюс-минус постоянно в таком состоянии. Плюс-минус, да. Но всё равно, конечно, есть ум. Безусловно, он есть. Иногда возникают тоже страхи у меня, живой человек, сомнения. Я рада, что они возникают. Я поэтому понимаю, что я живой человек. Но стараюсь в точке принятия решения каких-то важных моментов задать себе вопрос, это из сердца или из головы, это из ума или из сердца, это из сужения или из расширения. Это же, кстати, простой тест, да. Это вот мне всё хочется. Пользу добро принести в камеру. То есть, когда да, это будет расширение в теле. Когда нет, это будет спрятаться. И мы все всегда всё знаем. Абсолютно всегда. Даже можно простой тест, там, на бумажке написать что-то, да, постоять на одной, на другой. Казалось бы, просто бумажки, но тело вообще никогда не врёт. За одну минуту можно найти ответ на любой вопрос. Александра, я бы ещё хотел тебе показать свой буклет, напомнить, верни его. Александра как-то смотрела мои работы, и я вот чувствительных людей спрашиваю о том, что они ощущают взаимодействие с фотопорталами. По сути дела, взаимодействие с энергиями этих мест. И Александре сейчас просто напомню, что ей откликнулось. По-моему, вот эта работа была, да? Да, вот эта работа, и первый раз, когда посмотрела эти каталоги твоей работы, я помню, что очень-таки необычные обстоятельства сложились. Я осталась без техники, без интернета на полчаса, что было совершенно невозможно. Это было закатное время, и я сидела с твоими работами в абсолютной тишине, в каком-то соединении, в таком полумедитативном состоянии, испытывая очень много чувств, эмоций, какой-то такой глубины. И, если честно, даже в тот же день, когда я вернулась домой, наверное, может быть, час или два, я такая наедине с собой провела, и очень много поднялось чувств. Поэтому мне очень интересно, если в работе в каждой, наверное, какое-то есть значение, да, какой-то смысл, они отличаются. Да, да, я их прочитываю как раз способом ченнелинга, да. Эта фотография у меня тоже считана, то есть я соединяюсь с энергиями и прошу мне рассказать. Это записываю на диктофон, потому что записывать так. Ну, это через меня говорят, ты знаешь прекрасно. И у меня есть описание этой работы, сейчас я немножко его покороче, наверное. Значит, мощный поток здесь, ее невозможно игнорировать, не зря у тебя там все выключилось, все телефоны. Это про энергию соединения с самим собой, с божественным, и с теми задачами, с тем потоком, с которым эти задачи приходят и ведут человека к своей цели. Вау! Я почему-то даже не удивлена. Обалдеть, вот это да. Когда человек будет взаимодействовать с этой фотографией, точнее, с ее энергией, очень важно отдаться всему происходящему и отключать голову. Дальше просто человек плывет по мощному течению, соединяется с потоком, с божественным, со всем окружающим миром. Проединение, присоединение и слияние со всем, что связано с создателем. Вот если, например, эта фотография, фотопортал у тебя висит дома, или там постоянно ты взаимодействуешь, что здесь во внешнем мире много энергии светится, на него обращают внимание. У него все получается, ему как бы сами собой откуда-то дары появляются. Тоже тебе знакомы, я думаю. Много последователей, тех, кто наблюдает. Я потрясена, если ты в шоке просто, как это возможно? Дальше это говорит о публичности. Я не готовил этот текст. Это просто я вот знаю, какая фотография Александре подошла, скажем так, и я сегодня распечатал ее расчитку. Ее, значит, говорит о публичности. То есть можно и нужно, внимание, выступать. В смысле? Как это работает? Проявляться, рассказывать о себе. А люди с удовольствием и интересом это воспринимают. Вижу прямо открытые рты. Это ченнелинг, это я говорил своими словами, просто у меня транскрипт, расшифровка. Вижу прямо открытые рты, раскрытые глаза. Таким образом, человек будет пробуждать и побуждать других на действие. И это божественная энергия. С божественной энергией его не остановить. Если честно, я просто в шоке. Как это возможно? Я тоже удивляюсь. Обычно это так работает. Это всегда для тебя. И там много было разных работ. Я все красивые, все смотрела на все. На этой прямо остановилась и долго с ней сидела. Вот оно просто, у меня нет слов мурашки. Класс. Ну вот, такой у нас получился подкаст сегодня. Я прошу зрителей обязательно отреагировать на все, что здесь происходило. Поблагодарить Александру. Все будут в соцсети, все контакты, которые необходимы. Может быть, кому-то захочется повзаимодействовать, может быть, пригласить на очередное выступление. С удовольствием. Спасибо большое за приглашение. Александр, очень открытый человек. Мне очень приятно быть здесь и с таким человеком, как ты, взаимодействовать. Для меня это большая честь, большая глубина, красота. Мне очень приятно, что такие люди в моем поле заходят, задерживаются. Я прям очень тебе благодарна вообще за то, что ты есть и за то, что ты создаешь, делаешь. Мне очень приятно. Спасибо огромное тебе. Во благо. Спасибо. Пока.